В Подмосковье динамично развивается. Таков лейтмотив ежегодного обращения губернатора Московской области к жителям региона. При этом очень важно донести до каждого жителя цель тех или иных преобразований. Должен быть элемент эмпатии. Именно поэтому ряд обращений, а сегодняшнее, как я уже сказал, десятое по счету, оно направлено на активную обратную связь. Чем больше мы имеем представление, что беспокоит людей, чем больше мы решаем проблем, тем мы удовлетворяем запрос жителей и, конечно, формируем доверие. Одна из главных тем в отчете губернатора – здравоохранение. За последние два года, за время пандемии, в этой области приходилось решать проблемы, с которыми ранее никогда не сталкивались. Поэтому еще раз слова благодарности всем, кто задействован в этой работе. Ковиды, как теперь мы уже знаем, были разные, разные волны, разная специфика. Я хочу поблагодарить всех врачей, которые работают, всех врачей, которые приехали, Министерство обороны. Потому что, вы знаете, как только волна у нас поднималась, нам сразу нужны были дополнительные койки. И здесь часто фатриот нас вручал. В прошлом году для медучреждений Подмосковья было закуплено более 9 тысяч единиц оборудования. При этом в ближайшие три года планируется заменить всю устаревшую аналоговую медтехнику. Увеличится и количество бригад скорой помощи. Если в 2020 году их было 440, то сейчас уже 660. А к концу года эта цифра увеличится до 700. Мы понимаем, что, и об этом президент говорит, самая чувствительная, самая тяжелая ситуация у нас в поликлиниках, в амбулаторном звене. И наша задача предпринять новаторские умные решения для того, чтобы человек мог и записаться в поликлинику, и попасть к узкому специалисту. Для усиления первичного звена в 2021 году в регионе было открыто 9 новых поликлиник. Модернизировано 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. И эта работа продолжится. Также среди задач на этот год развитие цифровизации, медицины, поддержка медработников, своевременность и качество доступной медпомощи. Сегодня звучал вопрос по поводу скорой помощи. И действительно, в нашем Одинцовском районе это один из важнейших моментов, когда скорая помощь едет, к сожалению, не быстро. И сейчас прозвучала фраза, что до 20, максимум 30 минут мы хотим довести с момента вызова граждан до появления скорой помощи. Это амбициозная и правильная задача. Для наших жителей важно, чтобы врачи были, важно, чтобы было удобно получить медицинскую помощь, чтобы за тем, что можно получить без осмотра врача, можно получить удаленно, не совершать лишние визиты в поликлинике. Поэтому все направления абсолютно важны, их нужно реализовать одновременно и акцент держать на всех сразу. Наталья Гончарова, телекомпания «Отинцова». В 2020 году.